Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня поговорим про заработок на Дзен. Недавно я подключил монетизацию к своим каналам, покажу статистику, сколько удается заработать. И самое главное, обсудим 5 конкретных факторов успешного Дзен-канала. Погнали! Как мы видим, что сейчас получается выходить на доход 25-30 рублей в сутки. Но это только начало. По тенденции, обратите внимание, идет на увеличение. И наша задача размещать как можно больше контента, чтобы была вероятность распространения через алгоритмы. Ну и также, чтобы вы набирали больше аудитории и они просматривали, в том числе, посты, статьи и видео. Я решил недавно посмотреть Дзен-понедельник, он идет 54 минуты, сэкономливаем время. Я выписал оттуда самую суть, как мне кажется. И всего получилось 5 факторов. Плюс в конце видео 6 расскажу, который я от себя добавляю. И он, мне кажется, один из самых действующих. Я именно его применяю у себя на канале. Сейчас у меня здесь 2500 подписчиков. Мы видим, что ролики набирают просмотры. Я здесь делаю ролики, статьи редко. Но лучше, конечно, комбинировать. И вот у нас ролик 2000 просмотров, 1000 просмотров, 370 просмотров, 270, 300, 500. Видите, по-разному. Да, ну, конечно же, не всегда алгоритмы работают так, как нужно или ваш ролик залетает. Но кто работал на YouTube, те меня понимают. Что здесь тоже есть сложности с показами. И, конечно же, нужно набрать вот эту критическую массу, если вы только, тем более, начинаете. И перейдем к первому фактору, который важен, который влияет на ваш успех на Дзене. Как вы здесь будете успешно продвигаться и, самое главное, зарабатывать. Потому что к монетизации-то подключиться легко. У меня было предыдущее видео, как я подключил данный канал к монетизации. Можете его посмотреть. Я ссылку также оставлю в описании. Здесь в подсказке сейчас выглядел. Но дальше, как поддерживать данную статистику, как ее увеличивать, чтобы выйти на новые доходы. Первое. Это должна быть тематика, в которой вы лучше всего разбираетесь. Вот сколько я уже работаю на Дзене. Посмотрите мои самые первые ролики. Года 3 или 4, даже 5 назад были. Я там много открывал серых каналов с полезным контентом, со статистикой различной, с топами. И вы видели, что я зарабатывал 2-3 тысячи. И мне это нравилось. Потому что я сам по себе аналитик. Я подобрал темы, где нужно анализировать, где нужно смотреть, где нужно составлять таблицы. И вот такой канал с топами у меня залетел. Он набирал там миллионы просмотров, каждый пост. И поэтому очень важно, чтобы вы четко определились, какую тему вы будете освещать. У меня вот тема маркетинг. То есть все, что связано с продвижением, с рекламой, с SEO-оптимизацией. Потому что я с 16 лет этим занимаюсь. И что я еще здесь буду? Конечно, основной канал у меня по этой теме будет. Вы в комментариях тоже можете отписаться, к какой теме вы лучше всего разбираетесь. Я знаю, недавно смотрел канал, у меня консультация была. На разборе был мастер по ремонту автомобилей. Так он этим постоянно занимается, каждый день уходит на работу. И он об этом записывает. У него нет сложности с контентом. Понимаете? И мы делаем разные. И посты, и статьи, и видеоролики. Следующее, это польза для аудитории. Какую пользу вы можете принести? Чем вы можете помочь, чтобы набирать просмотры и подписчиков в том числе? Видите, у меня подписчики растут. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получай деньги за любые действия по счету. Если мы посмотрим по часовая статистика, тоже постоянно идут просмотры разных постов. Важно, чтобы была польза. Только тогда их будут репостить. Тогда их будут досматривать. А именно, и дочитывать. Да, то есть досматривать видеоролики, а дочитывать статьи. Потому что именно эти показатели влияют на распространение. Следующее, это системность в постинге. Чтобы вы размещали постоянно. То есть не две недели, а потом месяц перерыв. А чтобы постоянно. Обратите внимание, я же с ютуба копирую основную часть контента. Здесь я что делаю? Я каждые 2-3 дня размещаю ролик. И я дублирую этот контент на Яндекс.Дзен. Прямого какого-то запрета я здесь не видел. То есть я на ютуб размещаю, а через несколько дней на Дзен размещаю. Конечно же, площадки любят уникальность. Если вы только на Дзен будете размещать, возможно будет больше просмотров. Здесь нужно тестировать. Но суть в том, чтобы постоянно, каждый день, через день вы писали новый уникальный материал. И тогда статьи будут и посты, и видео. Конечно же, они будут лучше распространяться. И аудитория, она увидит, что у вас постоянно есть новая статья. Они будут подписываться. А дальше уже видеть вот эти подписчики, ваши новые записи. И будут переходить, будут читать. Поэтому очень важно, чтобы у вас была именно системность в постинге. Дальше это многоформатность. Я уже в начале ролика показал, что можно размещать посты, можно сделать статьи или загружать видеоролики. То есть мы видеоролики загружаем напрямую, прямо на Дзен. Мы не в статье, есть потому что возможность, вот мы когда пишем статью, мы можем здесь добавить видео, ссылка. Это тоже работает, но вы таким образом делаете упор на формат поста. На статью. А есть возможность напрямую загружать непосредственно видео. Вот сюда перетаскивайте исходный файл. И конечно же, я бы комбинировал. Я вот сейчас тоже контент-план заставляю. С нового года буду писать статью, потом видео. Статья, видео, статья, видео. Чем больше у вас есть форматов, коротенькие ролики тоже записывайте, тем больше будет вероятность распространения. То есть показов этого ролика и выход на целевую аудиторию. Ну и дальше, конечно, качество картинки и текст, чтобы вы тоже за ними смотрели. Важно, какой контент вы делаете, но важно, как вы его делаете. Вот если у меня, посмотрите, у меня в принципе везде Full HD качество. Можно посмотреть вот 1080, да. И картинка с хорошим освещением, четкая. То есть мои видео уроки на высоком уровне. Я стремлюсь к этому, потому что это влияет на удержание. Смотрите, чтобы звук у вас был хороший, да. Чтобы сама картинка. Сейчас многие смартфоны, они в принципе достаточно хорошо снимают. Поэтому вам не обязательно покупать камеру. Ну, например, у меня Canon M50. Она у меня сразу же к компьютеру подключена. Я видеосигнал беру и сразу вывожу, да. Но об этом могу в следующем видео поговорить, если вам будет интересно. И заботитесь о том, чтобы в ваших видеоматериалах, у ваших статей было хорошее качество. Чтобы вам было за них не стыдно. Самое главное. Ну и конечно же, если все это сочетание у вас будет, то есть то, что вам нравится. Польза для аудитории, системность, многоформатность и качество картинки. То есть то, как вы это доносите. Вы сразу же заметите, что у вас канал будет расти. Но это просто не может не развиваться. Если вы будете соблюдать все эти пять факторов, о которых я только что говорил, да. И шестой, бонусный. Вы досмотрели, давайте вам расскажу. Конечно же, делайте SEO-оптимизацию. Она важна. Потому что, когда мы с вами делаем оптимизацию контента, мы можем выйти через внутренний поиск Дзена. Плюс через Яндекс. Вот давайте здесь я введу, например, пассивный доход. Вот мы пишем. И сразу нажимаем Enter, чтобы найти внутри Дзена. У нас здесь каналы, где есть такой метатег. Дальше статьи. И дальше есть видео. Вот мое видео. То есть за 10 месяцев сколько просмотров. Давайте посмотрим. Ну, уже 2000 просмотров. Что они вам лишнее, что ли? Нет. Поэтому делайте SEO-оптимизацию. Выбирайте ключевой запрос. Дальше прописывайте название в описании, чтобы он у вас обязательно был. Ну и в тегах тоже пропишите, когда вы загружаете туда видео. В статьях побольше ключевых фраз, чтобы они использовались. Ну и конечно же, не забывайте, что в самом Яндексе пассивный доход 22. Как заработать? Например, через Яндекс я вижу, здесь есть чисто статьи. Иногда бывает блог видео прямо вмонтирован в главную страницу. Если этого нет, то мы просто переходим с вами. А вот, кстати, я на Ютубе, видите, нашел. Вот он есть. Но нам нужно на Дзене найти. Мы переходим в раздел видео. И смотрим, с каких площадок здесь вообще есть индексация. Вот пассивный доход. 10 декабря разместил на Ютубе и на Дзене. Видите, он индексируется. Он появился и просмотры также идут отсюда. Здесь тоже есть несколько источников. Дзен и Ютуб. То есть при переходе я могу выбрать, откуда смотреть. Вот Дзен и Ютуб. Отсюда тоже будут просмотры. Понимаете, вот справа я вижу еще на Дзен. То есть эти видео индексируются по ключевой фразе. И дальше уже я набираю естественные просмотры от целевой аудитории. Сегодня, надеюсь, информация была вам полезной. Да, обязательно поставьте лайк, если что-то новое узнали и будете это применять. Более подробно, детально, кропотливо я разбираю все на своем онлайн курсе. Вы ссылку на него найдете в описании под этим видео. Там мы вместе с вами будем создавать ваш Дзен канал. Поэтому есть вопросы в комментариях задавайте. А так обязательно применяйте те знания, которые сегодня получили. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видео уроков. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока.